Что можно сказать Богу после того, как Он нам все дал? Он ничего не утаил. Он не сказал вот тебе столько, а кому-то больше или меньше. Он всем дает равное. Он дает свою любовь, которая не имеет никаких человеческих границ, никаких измерений, потому что мы привыкли все мерить, взвешивать и потом торговаться. Бог с нами не торгуется, Бог нам дает просто, дает свою любовь, чтобы мы жили вечно. Но мы говорим, нет, мы вечно жить не хотим, мы хотим в час пожить для себя. А для себя как ты в вечности будешь жить? Поэтому, конечно же, когда произойдет эта перемена, когда мы залезем на дерево. Понимаете? Тут Христос не... Он вот здесь. Понимаете? Сечада Христос невидимо стоит, принимая твою исповедь. Все Христос, понимаете? Вот Он приходит, вот мое тело, вот мой кровь. Люди здесь только проводники, а здесь Христос. И нам не надо лезть на дерево, понимаете? Нам нужно поверить Богу и пойти за Ним до конца. Этот человек грешных, вот хорошее сегодня слово было Иоанна Шанхайского, Сан-Франциского, такой с исторической стороны. Понимаете? Этот человек, ну что у него в жизни осталось? Это богатство. Что оно ему дало? Понимаете? Пустота. Пустота, потому что он уже, ему уже все надоело. Все, что можно было, он уже попробовал. Что, что он хотел, он уже все получил. Ну и что? И пусто, пусто, пусто. Бессмысленность. И вдруг, понимаете, вот есть шанс. Кто-то идет, кто может что-то изменить. И он почувствовал это. И все, понимаете? Все условности, все человеческие преграды, они уже разрушаются. Он как мальчик, старый металль, влезает на дерево, чтобы видеть Христа. Духовно, это мы должны все быть наверху. Мы, а мы, понимаете, все время понижаем. Мы все время, понимаете, топчемся где-то, понимаете? Но уже это было. Уже ничего не найдешь нового, понимаете? А ты все равно с этой миской супа своей, как Исаф, понимаете? Вкусненькая, удобненькая, чистенькая, красивенькая. Да ерунда это все, друзья мои. Ерунда. Смотрите, как трудно пробиться. В ту неделю слепой, несчастный, коллега, кричит. Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня. А ему говорят, молчи, молчи. Чего ты кричишь? Тут, понимаете, этот грешник залазит на дерево. Все законы рушатся, понимаете? Все законы этого мира, они построены на грехе. Вот в чем дело. Поэтому христианин, если он нашел Христа, он вне закона живет, а по благодати. Это не значит, что мы должны безобразничать. Это будет соблазн. Но мы должны понимать, что все, что происходит на земле, это спектакль. Спектакль многих актеров. И каждый играет свою роль. Понимаете? А мы дураки, в это верим. Там будут представлять все, что угодно. Понимаете? И главное, чтобы ты отдал свое сердце, чтобы твое внимание было этому. А где же Христос тогда? Куда же он подевался? Неужели в его руках не находится моя жизнь? Как же мне пробиться? Что же мне получить от Бога? Что я хочу? А чего же Бог меня не слышит? Понимаете? Вот идет какая борьба за доверие к Богу. Поэтому, конечно же, конечно же, мы с вами все, честно говоря, обречены. Мир нам не простит того, что мы пришли к Христу. Он нам не простит этого никогда. Понимаете? Потому что мир ненавидит Христа. В этом мире Христос никому не нужен. Этот мир, спектакль, который разыгрывают опытные режиссеры, он дурачит миллионы, миллиарды людей. Понимаете? И только верующий православный человек может понять, что в этом мире происходит на самом деле. Ни по сводкам новостей, ни по интернету, ни по газетам. Вот здесь, когда человек молится, говорил Силуан, мне не надо газеты. Душа болит за человека, который потерял Бога. И который может уже Бога никогда не найти. Ни в этом мире. Ни в вечности. Представляете, какой у нас дар Христос. Но Он этому миру не нужен. И мы с вами, христиане, этому миру не нужны. Понимаете? Но если не будет нас, то мир погибнет. Не потому что мы хорошие христиане, мы ерундовые христиане. А потому что, если не будет Духа, то плоти, крови Царствие Божие не наследуют. У нас непростая жизнь, а она была никогда непростая. Понимаете? Она была всегда непростая. Но сегодня она более сложная. Понимаете? Когда я пришел ко Христу в конце 70-х годов, там было ясно. Понимаете? Ты пришел, и ты уже изгой. Ты уже этому миру не надо. У тебя будут неприятности серьезные, психушка и прочие делишки. Сегодня, понимаете, вроде все христиане. Но тогда люди жили, старались по Христу. Не было вопросов. А соблюдать мне пост или не соблюдать? Люди стояли насмерть. Понимаете? Молились. А сегодня мы уже, знаете, облегченный вариант. Понимаете? Мы вообще, знаете, так, приходим на полслужбы, чтобы причаститься. А подумаешь, что опоздали. Главное, что мы и причастились. Отношение к Богу. Понимаете? Вот мать Агапия читала о фарисеях. Знаете, какое у них было отношение к Богу? При имени Божьем они все. Они все кидали и становились. Понимаете? Благоговение. У нас же, понимаете? У нас как? У нас все, понимаете? У нас все. Придешь сюда. Все равно тебя причастят. Вот сказал бы отец Андрей, сказал бы сейчас, слушай, ты за свои грехи каждый день по сотню поклонов и полгода вот так вот, а потом придешь и посмотрим, разрешить тебя причастие или нет. Так мы же так не скажем. Скажут, батя уже с ума сошел. А раньше на паперке стояли люди. Понимаете? На коленках просили. Но так сейчас надо. Потому что если человека оттолкнуть, он вообще не придет. Если он дополз до церкви, это уже слава Богу, это уже победа. И поэтому мы так не можем сделать. Мы не можем сказать человеку, на кого он похож. Мы говорим, хороший человек. Все хорошие. Мир вообще все меняет. А Христос не меняется. И Он хочет, чтобы мы восстановили свое первородство. Чтобы мы все попали в Царство Небесное. Нету, понимаете? Он пришел, как сегодня в Евангелии, спасти заблудшие, спасти погибающие. Он пришел, чтобы нам дать вечную жизнь. А мы это не понимаем, что это такое. Мы хотим сейчас жить. По какому образцу? По образцу, который нам показывает этот мир демократически. А покойный митрополит Антилокий, не демократически, демонократически. Такой был чудный архиерей, митрополит Антилокий. Он восстановил Черногорскую церковь, понимаете? Он действительно был духовником всех монахов. Столько монастырей. И он ненавидел эту демократию. Потому что она уже проявила себя в Косово и в прочих там, понимаете? Это лицемерие и ложь, в котором нету ничего живого, в которой только обман, понимаете? И нажива. Вот в чем дело. Нажива. Поэтому в этом мире по-христиански жить невозможно. Как говорил архимандрит Сафронип. В этом мире по-христиански можно только умирать. Но умирая за Христа, а это не обязательно, что вас будет мучить. А это вот вы сейчас, все болит, а вы на молитву становитесь и благодарите Бога. Вас ругают всех, ненавидят, а вы считаете себя достойными этого. Вот такое умирание есть духовное, понимаете? Когда мы этого ветхого человека томим, когда мы его, понимаете, не лелеем и не взращиваем. Поэтому нам не страшно. Мы смотрим вперед с надеждой, что Христос будет вести наш корабль, что Христос будет навозглавиться. И врата адова не одолеют святую православную церковь. И она будет нам говорить о правде, о святости, о чистоте, о красоте, о семье, о любви, о всем, о труде, о том, что нужно жить и благодарить Бога и за скорбь, и за радость, о том, что нужно ценить то, что ты имеешь. Сегодня мы уже видим, что можно потерять. Я об этом никогда раньше не задумался, а сейчас я уже вижу, что можно все потерять. И в каком хаосе можно оказаться. Поэтому мы должны думать, прежде чем что-то говорить. Мы должны искать правильные слова, чтобы выразить свою мысль, чтобы действительно стоять на камне веры, а не шататься из стороны в сторону. Что там скажут, какое мнение. Да никакого мнения нету в этом мире. Понимаете? Если человек имеет свое мнение, его заткнут или убьют. Лучше так. Понимаете? Это никто не потерпит, что кто-то говорил свое мнение. Надо говорить так, как тебе написали, как тебе продиктовали, за что тебе заплатили. Ну, а любовь к Христову не покупается. Поэтому храните любовь к Христову в ваших сердцах и старайтесь вести войну с дьяволом, с этим миром и с грехом. И война эта начинается и кончается в нашем сердце, в нашей бессмертной душе. За наших близких, которые, к сожалению, сегодня очень многие помрачились. Почему помрачились? Потому что были не церковными людьми. Потому что нужно... Понимаете, церковность, она приходит с молоком матери. Церковность, это надо увидеть, как нужно жить. Это нужно понять, вот образ жизни, в котором нету лжи и фальши. А мы все полуцерковные. Знаете, как говорят, полукровка. Вроде ты и христианин православный. Но не до конца. Но я думаю, что еще есть время нам все-таки что-то исправить в нашей жизни, потрудиться. Тем более впереди у нас такая пора. Скоро начнется пост. Сегодня вечером все ночные, а завтра сретенье, встреча. Понимаете? А у нас морозы. Сретенье обычно встречи весны, зимы и весны. Но, тем не менее, нас сегодня, нас Господь радует. Несмотря вот на скорби, которые устраивает этот мир, Господь нас радует. И радует своим снегом, радует своим морозом. Понимаете? Когда вы помните? Давно уже не было такой зимы. Понимаете? Давно. Да, детям как хорошо. Видите? Это Бог нас утешает. Понимаете? Как своих деток. Утешает, чтобы мы не унывали. Чтобы мы помнили, что Господь все видит. Он на нас смотрит и все видит. И каждый увидит насквозь. И ничего не от него не спрячешь. Поэтому лезьте на деревья и встречайте Христа в своих домах. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Слава тебе. Благодарю тебя, Господи Божий, как не отрино умеясь и грешного, но общниками обытия святым Твоих сподобил Иси. Благодарю тебя, яку меня недостойного, причаститеся при честных Твоих и небесных дарах сподобил Иси. Но, Владыка, человеколюбче нас ради умеры же и воскресы. И дарова бы нам страшное сия и животворящее таинство. Во благодеяние освящение души телес наших. Даждь бы тесимым небо, исцеление души же тела. Во отгнании всех.